Доброе утро, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Такие серьезные видео на серьезную тему я обычно записываю дома. Но поскольку речь пойдет о лицевой гимнастике, я подумала, что это естественное освещение, естественная среда. Никто из зрителей не заподозрит, прежде всего, случайно попавший на этот канал и на это видео, что я выставила специально свет, использую какие-то фильтры. Это просто невозможно сделать в условиях машины. А речь пойдет о лицевой гимнастике, о пяти упражнениях, которые могут вам очень-очень сильно навредить. И на самом деле идея этого видео родилась из того, что я просто посмотрела видео с подобным же названием 5 упражнений фейсбилдинга, которые могут вам навредить. Либо 5 упражнений фейсбилдинга, которые приведут вас к морщинам. Если вы в поисковике ютуба забьете за это название, то, соответственно, вам это видео совершенно точно выйдет. Это новый канал, его ведет, насколько я поняла, пластический хирург. И на самом деле я хотела тоже показать вам эти 5 упражнений. И я полностью согласна со всем, что в этом видео было сказано. Но в итоге я решила все-таки эти упражнения не показывать. Потому что на самом деле их может быть даже не 5, их может быть 25. Если вы смотрели мои недавние ролики, недавние в течение последнего года по фейсбилдингу, я периодически выпускаю такие видео, вы наверняка замечали, что я каждый раз говорю о том, что фейсбилдинг это очень и очень индивидуально. Необходимо на самом деле все подстраивать под себя, очень внимательно смотреть на свое лицо. Потому что то упражнение, которое подходит мне, может не подходить вам. Что это значит? Это значит, что оно, да, может заформировать у вас морщины. Каким образом? Если в момент упражнения самого эти морщины вы видите. Они могут быть где угодно. Сейчас я покажу самые распространенные упражнения. И я также расскажу о том, что меня привело к морщинам. Потому что помимо того, что были названы в этом видео 5 упражнений, которые могут привести вас к морщинам, пока вы будете тренировать фейсбилдинг, там также была сказана и озвучена очень интересная мысль. И я полностью с ней согласна. Решая одну проблему, вы можете нажить себе другую. И у меня так получилось. Именно этому на самом деле я и хотела бы это видео посвятить. Но и также хочу сказать, что сейчас, и опять же я всегда об этом говорю во всех своих видео о самомассаже, во всех своих видео о лицевой гимнастике, что я отдаю приоритет сейчас именно массажу, а не лицевой гимнастике. Более того, на данный момент я считаю, что лицевая гимнастика нужна нам не столько для того, чтобы что-то накачать. Это возможно сделать. Если вы посмотрите мои первые видео, у меня очень выраженная, кстати, здесь у меня, наверное, желтая. На камеру сейчас мне не видно. Я чай с курку мой пью и не всегда хорошо отмывается. Так же, как и брови. Многие написали, Яна, что с бровями. Брови вчера были очень явные. Возможно, сегодня они такие же. Я просто кисточку неудачно взяла и намазала себе широкие брови. Так вот, на первых видео видно, как у меня при разговоре очень сильно накачана вот эта часть. И могу сказать, что я начала записывать канал, где есть эта явная выраженность, а также скулы, когда я не могла поставить ни гиалуроновую кислоту, ничего, ни ботокс. Потому что Данечке было совсем мало лет, возможно, даже месяцев. И я тогда была кормящей мамой. Поэтому ни о каком ботоксе, гиалуронке в моем лице речи быть не могло. Это, опять же, для тех, кто не знает, как я выходила на запись канала. Я выходила из одной беременности в другую. И потом, когда Данечка был маленький, а я была кормящей мамой, я начала записывать. Поэтому мое лицо является, я надеюсь, подтверждением для многих, что сохранить молодость и красоту возможно. И сейчас, повторюсь, я считаю, что массаж это то, что нужно. Массаж мечом, я его показывала. Редко практикую, но я умею и пальцами сделать себе такой массаж. Массаж ложками прекрасно подойдет. Точечный массаж. Прежде всего для того, чтобы расслаблять там, где у нас формируется морщина. Итак, какие упражнения? Сейчас вокруг меня припаркованные машины. Кто-то, наверное, будет удивляться, что я делаю. Какие упражнения приведут вас совершенно точно к морщинам? И я об этом тоже уже говорила. Это прежде всего все, что связано с губами. Вот такие фиксажи. Я сейчас не буду показывать, как правильно делаются эти фиксажи. Или фиксажи, не знаю, даже, чтобы не пугать окружающих меня. Мамочек, которые выпарковываются. Но я думаю, те, кто знаком с лицевой гимнастикой, сразу поймут, о чем я говорю. Вот такое упражнение. Ну, вот эти все вариации на тему сформируют вам совершенно точно. Здесь кисетные морщины, не кисейные, кисетные морщины. И я всегда делала фиксаж вот такой. У меня здесь ничего не собирается, а возможно, в вашем случае соберется. А возможно, в том случае, когда у вас не собирается, соберется у меня. Но всегда даже такой фиксаж меня смущал вот здесь. Поэтому, в общем-то, я с лицевой гимнастикой очень-очень осторожна. Я также рассказывала, что делаю упражнения на скулы. Сейчас я закрою рот, потому что камера находится очень близко. Покажу вам, как я смогла заформировать себе. И я вовремя это отследила. Гусиные лапки более интенсивно, чем они у меня были. То есть, вот таким образом вы накачаете себе прекрасные скулы. Но таким образом вы заформируете себе морщины совершенно точно. У меня это получилось. Я перестала делать упражнения, стала делать массаж, и ситуация улучшилась. Также упражнения со лбом тоже приведут вас к морщинам. Если у вас лоб более подвижный, чем у меня, и каждый раз, когда вы поднимаете брови, вы, тем более под ладонью, если вы фиксируете кончиками пальцев, ладонью, вы не можете видеть, что у вас там происходит. Вы тоже можете заформировать себе морщины. Какую морщину заформировала себе я? И вообще, как это произошло? В прошлом году, примерно 9 месяцев тому назад, в марте, я записала видео, где я сказала, вы знаете, дорогие зрители, я обнаружила, что у меня есть нависшая века. Нависшая века у меня была под этой бровью. То есть, она больше проявлялась вот здесь. И сейчас, если вы будете внимательны к этому видео, либо к другим видео, которые вы смотрите, вы явно увидите, что одна бровь у меня двигается, но совершенно точно более интенсивно. Если вы, опять же, посмотрите на первое мое видео, у меня вообще не двигался лоб. Лоб я себе разработала не потому, что действие ботокса закончилось, как часто мне пишут. Нет, лоб я себе разработала, как раз-таки решая проблему нависшего века. Это как раз-таки та ситуация, когда, решая одну проблему, мы можем себе создать другую. И тут мы совершенно точно должны выбирать, что для нас меньшее зло. Для меня, на самом деле, меньшим злом явилась все-таки морщина на лбу, которая у меня периодически появляется сильнее, проявляется сильнее, но зато открытый взгляд. И так, это века было более проблемным, но сейчас более проблемна эта века, потому что я не одинаково расхаживалась, разрабатывала свои брови. И что получилось? Получилось то, что, да, теперь я, когда не контролирую свою мимику, а сейчас я даже не смогу это воспроизвести, потому что я себя вижу, я не хочу, я привыкла контролировать свою мимику. Кстати, да, лицевая гимнастика поможет вам как раз-таки понимать, когда ваши брови приподняты, когда ваши губы зажаты и поджаты. То есть именно лицевая гимнастика позволит вам чувствовать и знать свое лицо. И самое главное, вовремя его натянуть. Каким образом натянуть лицо? Сейчас я вам покажу расслабленное свое лицо. Вот такое оно. А это уже лицо под контролем, натянуло, что называется. Не знаю, как это делать-то. Скорее всего, это прижимание ушей к голове. Ну, наверное, так технически можно это объяснить. Любой, кто делает фейсбилдинг, рано или поздно поймет, что это такое натянуть лицо. Вот, например, вот так это открыть взгляд. Вот так это открыть взгляд. У меня ничего не собирается на лбу при этом. Но посмотрите, насколько у меня открыл этот открытый взгляд. Даже очень-очень удивленный. И могу сказать, что да, проблему я решила. Как я ее решала, я уже знала. Что если мы хотим решить ту или иную проблему, допустим, у нас проблема здесь, либо здесь, мы должны работать над зоной выше. Также и с массажем. Если у нас проблема носогубка, мы должны массировать себе носогубку в том числе и здесь подтянется. Но в целом мы должны выше работать. Также и с лбом. Когда проблема у нас, глаза опухают, подвисают века и так далее. Нужно работать над зоной вот здесь, выше, выше, выше. Много раз видео об этом рассказывала. Другие здесь останавливаться более подробно не буду. Но, соответственно, вот таким образом, мой случай, подтверждение того, что и сказал, безусловно, человек больше разбирающийся в анатомии лица. Ну и, соответственно, да, я решила проблему нависшего века. Здесь так уж точно решила. Но зато приобрела себе очень и очень легкое формирование морщин здесь. Потому что раньше мой лоб был не задействован в моей мимике. Произвольный, непроизвольный. Лоб не был задействован. Кстати, я научилась даже поднимать брови домиком, что было вообще мне не свойственно. В некоторых видео это особенно видно. В конце этого видео мне бы хотелось также прокомментировать, почему я не ставлю ботокс. И вообще, почему я считаю, что после определенного возраста для меня он уже наступил. Ботокс, ну вот на самом деле, либо не показан женщине, либо, что называется, из двух зол меньшее нужно выбрать. Потому что я вам в начале видео показала свое расслабленное лицо. Оно вот такое. Вот если я расслаблю себе брови, вот эту часть, которая меня и беспокоит, то есть она очень близко находится к веку верхнему, то, соответственно, я получу себе вот такой взгляд. То есть брови я приподнять совершенно точно не смогу. Лоб мой будет под контролем ботокса. Но пока я могу сама контролировать. Вот я натянула сейчас свое лицо, открыла свой взгляд. Самостоятельно это сделала. При ботоксе этого сделать будет невозможно. Я много раз наблюдала на своих подругах. Я раньше часто общалась, точнее, более часто общалась с другими людьми. Сейчас я в основном снимаю и работаю. Так я могу сказать, что я замечала, как у подруг моих получается вот такой, как будто бы суровый взгляд. А он получается потому, что брови опущены. И, соответственно, я бы очень хотела решить при помощи ботокса проблему вот этой мимики. Потому что, кстати, меня ужаснуло мое отражение в зеркале, когда я была у парикмахера. Я монтировала видео, включили рядом фен. Я была в наушниках, но я очень плохо слышала, что я там сама говорю. И что мне нужно отмонтировать, прослушать, чтобы ничего не упустить. Так вот, когда я подняла взгляд и посмотрела на себя в зеркало, я ужаснулась. У меня лоб был прямо-таки скукожен, вот сюда в центр собрался. И это была неконтролируемая мимика, которой, конечно же, можно как-то жарковато сегодня. Прям хороший солнечный день. Так вот, можно, конечно же, при помощи ботокса решить проблему неконтролируемой мимики в моем случае. Это лоб. Но зато я получу совершенно точно, я знаю, уставшее лицо. Плюс лицо, над которым я не смогу работать. Потому что, если раньше я думала, что ботокс это превентивная мера, которая позволяет моему лицу расслабиться и находиться в состоянии нетронутой мимикой. Соответственно, мое лицо не стареет. Но это не так. Лицо должно двигаться, мышцы должны двигаться. Я тоже много раз рассказывала, что мне повезло иметь честного доктора, который поставил мне ботокс до 30 лет. Либо в мои первые 30 лет, когда я села за руль машины, я пришла и сказала, все, 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 сейчас я очень лоб напрягаю. Пожалуйста, поставьте мне, потому что пора. Так вот, она мне тоже рассказала, что ботокс ставится по большому счету только один раз в год. Несмотря на то, что его максимальное время действия 6 месяцев, потом лицо должно отдыхать, чтобы мышцы не атрофировались. Это мне рассказал мой врач, который в определенный момент очень и очень нехотя поставил мне ботокс, который несколько раз отказал мне в ботоксе к моему счастью, к моей радости, потому что действительно привыкание может случиться. И я бы никогда, возможно, не узнала, что есть действительно очень хорошая альтернатива, как лицевая гимнастика и самомассаж. Дорогие зрительницы, если вы не верите в гимнастику, имеет место, что называется, тем более гимнастику делать сложно. Разработать свое лицо действительно сложно, но за 6 месяцев возможно это сделать. Но самомассаж это то, что, мне кажется, показано каждое из нас, для того, чтобы свое лицо расслаблять, для того, чтобы оно было круглое, как яичко пасхальное, скоро, кстати, Пасха. Желаю всем красивых лиц, красивой мимики, приятной мимики на лице, самим себе нравится, хорошее настроение. Сегодня у нас тепло, сегодня у нас весна. Увидимся очень скоро. Это была Алиана Скворцова. Всем пока-пока.